что опять купила хризантемы да посмотри у меня еще таких не было и это как георгины вот цветок георгины и розовый крупный такой поэтому это снова же корейская низкорослая среднерослая скорее всего и я сегодня хочу благодаря вот этому цветку который я купила хочу ответить на снова же на ряд вопросов я их записываю выписываю вот смотрите какая красота и я сейчас расскажу особенность посадки в 2020 чтобы в 2021 году были хризантемки и буду сейчас в процессе посадки и отвечать и рассказывать вот смотрите я купила эту хризантему красавица без горшка мне повезло я сейчас ее хочу посадить вот так как у меня сейчас нету приготовленного участка поэтому я не просто так даже и участок был бы готов я хочу ее посадить и сохранить и сохранить не только в теплице я хочу вам показать разные варианты сохранения вот таких уже с корня хороших а это кстати снова же это корейская она очень хорошая тут и корни есть уже и я могу ее сохранить двумя способами но об одном я уже рассказываю я высаживаю в горшок и заношу в теплице а затем заношу в погреб это еще один сейчас способ покажу для того чтобы можно было быстро ориентироваться почему это важно потому что в этом году весной у нас получилось смещение на два месяца и два месяца вот эти хризантема пошла в рост когда тепло было а потом пошло пошел холод минус 5 минус 7 в апреле и наши хризантемки померзли и потом нужно было ждать пока они отошли некоторые так и не возродились некоторые кустики просто-напросто погибли поэтому сейчас я хочу вам показать как можно делать чтобы сохранить вот эти цветы итак давайте подойдем где я подготовила нужен горшок горшок я подготовила как всегда дерновую землю иногда если у меня вот этого полистирола нету я использую внизу ставлю много кокосового субстрата он только очень хорошую дает пользу там получаются корешки и кормление у них достаточно так далее у меня дерновая земля с кокосовым субстратом и она уже влажная вот я не увлекаюсь и не советую увлекаться сильно поливами вот тем более я купила ее и она уже она тут хорошо залито так придется вот так вот сейчас посмотрим вот они видите она очень мокрая это открытый грунт вот эти все листики убираем они черные не дают нам результат смотрите какая красота уже побежки вот это уберу хорошая земля здесь никакой химии нету удобрений вот этих грозных так и обрезаю это получается это сантиметров до 10 сантиметров ничего страшно что этот цветок да сразу же отвечу на вопрос почему я убираю цветки если я оставлю тогда все питательные вещества будут почти что все идти к цветку цветок должен после себя оставить потомство а потомство это цветы поэтому частично идет вот здесь у нас корешочки образуются но основная масса питательных веществ сейчас осенью идет на цветы но цветы мы положим в вазу а что мы делаем дальше вот смотрите тут значит корешочки я все 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 выравниваю по периметру вот так вот и засыпаю земелькой можно было бы этот отдельно посадить я не буду его отдельно садить и его лучше вот так вот земельку пусть при родительском кустике чувствует себя более спокойно и более уверенно там вот чуть-чуть пришли присыплю и тебя еще присыплю значит у меня земля была заранее полита фитоспорином раствором фитоспорина для того чтобы корни были живые и не гнили потому что корневые гнили это беда просто сейчас для многих растений и так я посадила теперь можно занести в теплицу если есть теплица но многие пишут мне как можно ее в теплицу если у меня теплицы нет что делать на подоконник ставить есть огород есть дача а давайте мы сейчас рассмотрим вот этот момент сейчас я покажу как можно их сохранить в горшке и потом в случае какая-то погода что можно сделать и сразу же отвечаю на вопросы где посадить лучше вот эти саженцы если даже не в горшке выбираем вот у меня здесь возвышенность и на возвышенности выкапываю ямку и высаживаю только на возвышенности ни в коем случае в зиму не высаживайте в месте где у вас там вода собирается потому что очень быстро погибают если допустим там небольшой дождик а у нас сейчас погода такая что и дожди странные тот тебя заливает за полчаса вода стоит по колено то вообще нету ничего вот долго то засуха место где посадить должно быть солнечное место я копаю ямку это может быть даже ямка не постоянного места вот у меня не готовая земля да вот смотрите высота ямки должна быть именно высоте горшка здесь влага влаги достаточно и вот таким образом я горшок высаживаю горшок с горшком почему я это делаю сейчас по опыту прошлого года расскажу вам у нас получилось что было тепло тепло вегетация очень хорошо шла февраль марта да в феврале был январь теплый декабрь и вообще жаркий был даже плюс 17 было градусов и днем даже выше до 20 градусов вегетация хорошо шла и растения пошли в рост очень красивые хризантемы были вот эти побеги шикарная феврале вдруг заходит циклон 5 6 и все засыпает но засыпала снегом это хорошо авиа в апреле в апреле у нас беда 5-7 градусов и вот эти все побеги все погибает почему я в горшке высаживаю и тоже на возвышенном месте вот и высаживаю в землю во первых земля греет здесь тепло второе если вдруг я смотрю синоптики говорят больше минус 15 я аккуратненько делаю вот таким образом или лопаткой смотрите вытянула и занесла да куда угодно занесли нету теплицы занесли мы где-то на веранду или на даче там какое-то место и перенесли нету допустим погреба перенесли в хозяйственное помещение но там будет уже не минус 15 а будет там допустим 0 плюс 1 вот это нормально переживают вот эти росточки вот эту температуру понимаете вот смысл вот этот год будет продолжаться скачки температурные хорошенько вот посадили вот так вот и себе закрыли горшки и сейчас это не проблема или же если у вас горшка нету и у вас погода хорошая и вы можете там укрытие сделать но я прошлом году пробовала укрытие делать вот эти резкие перепады получается сделала укрытие холодно потом резко чем на следующий день уже жаркий день надо бежать открывать это укрытие но как можно вот это не успеваешь или где-то ты не дома не успел приходишь она выприла все поэтому вот это вариант мне очень понравился я уже это делала я уже попробовала мне это очень понравилось и очень легко надо себе достал себе записываем конечно надо номерной номера по себе по записывать она засохнет и никуда она не портится можно вот это все делать можно какие-то еще значки подписи это все делается без проблем но вот таким образом вы можете сохранить свою хризантему удерживая ее не на подоконнике а просто-напросто в открытом грунте да и у меня там вопросы те черенки которые укоренились уже сейчас их уже садить или нет нет конечно не садите почему потому что они не выдержат вот этой температуры тем более что вы создавали условия на подоконнике значит их нужно удерживать и ровно столько сколько вот до момента отдыха можно и не отдыхать потому что в теплицах выращивают постоянно можно и не отдыхать пусть растет себе пересаживать только в больший горшок каждый раз больше больше для того чтобы если вы сразу высадите сразу же сформируется вот эта корневая система и ему будет мало места будет выпирать корни поэтому можно вот эту перевалочку делать а уже когда будет тепло уже будете точно знать что мороза нет вот тогда уже можно будет высаживать но снова же закалку надо будет делать и сразу отвечаю на вопрос без закалки а то есть вы можете под бутылку вначале постепенно открывать крышечку постепенно вот играться с ними для того чтобы их закалить и подготовить к жизни под открытым солнцем ну вот таким образом я советую сделать это юг у нас вот такая температура то холодно то жарко и вот это уже продолжается третий год вот такие переходы и дальше будет климат меняться поэтому можно использовать вот этот вариант выбираем солнечное место выбираем возвышенность но снова же не так чтобы торчал а нужно его за закопать и не спешите ни в коем случае не накрывайте до момента когда будет уже мороз вот тогда можно прикрыть но придумайте может быть просто агроволокном просто накинуть ну вот таким образом или же если сильные морозы а у нас будет такое в следующем году идут такая такая тенденция будет поэтому нужно обязательно вот это все вытягивая его сейчас закопаю еще его надо подписать сначала ну что ж я вам ответила где высаживать это должно быть место которое вот должно быть на возвышенности это должно быть солнечное не должно быть воды вода губит корни это очень опасно для наших хризантем естественно здоровые должны быть растения и обязательно срезайте для того чтобы не было вот эти корни не работали на цветы а работали первый год на будущие цветочки следующего года ну вот пока ответила на те вопросы которые поступили мы прощаемся с вами это были с вами как всегда раиса горяченко и александр волик до новых встреч в новых видео в новых встреч